Работать в суровых условиях Денис Муравьев уже привык. Сегодняшняя задача очистить от снега Иннокентьевский мост. С 8 утра дорожный рабочий вместе с бригадой убирает выпавшие осадки. Ветер наметает много. Так, ничего сложного. Снегопад в Иркутске начался накануне вечером. За сутки выпало 40% от месячной нормы осадков. На уборке дорог Иркутска задействованы более 200 рабочих и 123 единицы техники. Особое внимание уделяется мостовым переходам. Ночью на эти участки будут направлены дополнительные силы. Кроме снегопада, в работу дорожных служб свои коррективы внес шквалистый ветер. Порывы достигали 14 метров в секунду. Повалило несколько знаков, которые, может быть, где-то недостаточно были закреплены или, может быть, на открытых участках находились. Ну, проехала соответствующая служба, все поправили. Ну, было такое, было, зафиксировали в нескольких местах разворот светофорных объектов, где просто, может быть, недостаточно сильно они были закреплены, либо подразболтались. Тоже проехали, все поправили, закрепили. Как рассказал председатель комитета по ЖКХ администрации Иркутска Александр Николаев, спецтехники и реагентов на уборку улиц города от снега сейчас хватает. Главная задача – обеспечить безопасность на дорогах. Поэтому в первую очередь уборка проводится на основных магистралях Иркутска. Затем рабочие приступят к очистке второстепенных дорог и тротуаров. Для хорошего сцепления дорожное покрытие обрабатывают песко-соляной смесью. Несмотря на предпринимаемые меры, водителям все же стоит соблюдать осторожность и не превышать скорость. По информации метеорологов, неустойчивая погода продлится до середины будущей недели. Снег и метели возможны в ночь на 9 января, а также в течение предстоящей субботы. Все это время коммунальные службы Иркутска будут работать в усиленном режиме. Раиса Силина, Александр Пахомов. Новости сейчас.